Олег Стофеев, здравствуйте. Пожилой мужчина пострадал в результате ДТП, которое случилось утром в районе 6-й станции Большого фонтана. Водителю иномарки стало плохо за рулем, в результате его авто столкнулось с другой машиной. По предварительной информации патрульной полиции, на фонтанской дороге 71-летний водитель автомобиля Ниссан не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими авто. Выяснилось, что мужчине стало плохо за рулем, он потерял сознание, в результате чего и произошла авария. Водитель получил травмы. Скорая доставила пострадавшего в больницу. Содержание под стражей на 60 суток. Такую меру пресечения избрали для водителя, который около трех месяцев назад на проспекте Шевченко сбил мальчика на пешеходном переходе. Три дня врачи боролись за жизнь 15-летнего Никиты, но спасти его, увы, не удалось. О том, как проходило заседание суда, мы расскажем в наших следующих выпусках. Проблема домашнего насилия в Украине стоит невероятно остро. В Одессе стартует посвященная этой проблеме акция «16 дней против насилия». С 25 ноября по 10 декабря в городе пройдет ряд тренингов и семинаров, посвященных проблемам насилия среди разных слоев населения. Подробнее о программе мероприятий рассказали на пресс-конференции. За текущий год по горячим линиям помощи людям, пострадавшим от насилия в семье, обратились более 50 тысяч человек. В том, что касается инфраструктуры помощи таким людям, Одесса на передовой. У нас есть и приют для мам с детьми, которые пострадали от жестокого обращения. И Татахаб, где пропагандируют культуру ответственного отцовства. И центр для детей, пострадавших от сексуального насилия. Тем не менее, на уровне страны и города проблема остается актуальной. Ведь, казалось бы, семья – это место, где ты можешь чувствовать себя в безопасности. Однако для многих украинцев это совсем не так. Примерно 40% населения Украины считают принятым физическое насилие, то есть убитие в решении ситуации в родинах через такое жестокое поводление один с одним. Это очень прикро. И это говорит о том, что чтобы влада не делала, чтобы не делали международные организации, до тех пор, пока каждый гражданин, член громады будет принять это как норму, у нас в Украине будет беда. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, в Одессе проводят акцию «16 дней против насилия». Закончится она Международным днем прав человека 10 декабря. В рамках программы в Одессе покажут документальный фильм о домашнем насилии «Разорви круг». 2 декабря на Потемкинской лестнице представят арт-инсталляцию «Червоны взуття». А в одесских школах специалисты проведут занятия для детей. Расскажут, что делать и к кому обращаться, если ребенок пострадал от домашнего насилия. «Я раджу не мовчати, не терпіти, тому що це має надзвичайно серйозні потім наслідки для здоров'я особливо дітей, для формування їх психики. І для цього у нас є і місцева гаряча лінія, нагадую, 73-73-103. Це як швидка допомога, правильно скерувати, правильно підказати, куди звернутися. Це 15-47 урядова гаряча лінія. Це гаряча лінія лінія, 116-123 для дорослих, 116-111 для дітей». Перші мероприятия в рамках акції «16 дні проти насилия» уже состоялись на вулицах города. Напомним, в середу на Среднєфонтанській площади правоохранители передали медикам брошюры з інформацією, предназначеній для жертв домашнього насилия. «Передаємо вам эти брошюры для того, щоб, коли ви приїжджали на вызови і вважали повреждення, і в вас є подозрення, що це домашнє насилие, але люди не хочуть об цьому говорити, ви можете ці брошюры передати, для того, щоб вони ознакомились з інформацією, можливо, придумали то, що це їм потрібно, і ця інформація з'юважаюся і обратились за допомогою в соответствуючій структури». В цьому году у активистів є ще одна важна цель – ратифікація Стамбульської конвенції о предотвращенні насилия в отноші жінчин. Україна активно участвовала в созданні соглашення і підписала його в числе первих ще в 2011 році, однака юридичний документ в нашій країні до сих пор не утвердили. В Одесі появиться ще один приют для жінчин, пострадавших от насилия. Його хочуть создати в Суворовському районі. В ході засідання із полкома також говорили о созданні приюта для жінчин, пострадавших от насилия. На даний момент також центр вже презентували в Приморському районі, а в следующому році подобне учреждення з'явиться і в Суворовському. Вказаний проєкт ми реалізуємо за рахунок коштів, які вперше були виділені в вигляді субвенції з державного бюджету. Ми надавали заявку на конкурс і отримали перемогу. Тобто за наші гроші, за гроші субвенції і за гроші наших партнерів з фонду народонаселення, фонд ООН в галузі народонаселення. Також Светлана Бедряга добавила, що в марте Одеса получила знак відличчя «Город, свободний від насилия». Помімо цього, Одеському горсовету вручили благодарність за успішну реалізію системи предотвращення насилия. В свою очередь Геннадий Труханов выразив благодарність всім, хто задействован в цій сфере і подчеркнув важність цього направлення. Геннадий Труханов, які не знають, де знайти допомогу, де знайти допомогу, де знайти допомогу. Якби дому невыносима обстановка, к сожалению, буває таке. Я рад, що ми в виде містной власти, городської власти создаємо услові для того, щоб попав в сложену всежизненнюю ситуацію, могли знайти приют і обеспечити безпасність як мамі, так і ребёнку. Добавимо, що на данний момент в городі функціонується кілька центров, в які жінчини, пострадавши від насилия, можуть обратитися в случае сложной ситуації. Там обеспечивають їх проживання і питання перші нескільки місяців. Чаще всього насилие в сім'ї возникає в соцзависимых отношіях, признаки которых порой увидеть може тільки опутний психолог, хоча схема таких отношений може бути предельно понятна на примері созависимости близких алкоголиків і наркоманів. Можна ли їх разорвати? В студії программы «Тема дня» рассказали основатели информационной площадки для алко- і наркозависимых «НОМО Одеса Юэй» Денис Дончак і Константин Васильєв. «Ведь на самом деле зависимые люди просто начинают пользоваться созависимыми. Я сегодня выздоравливаю, вы меня лечите, я поправив своё здоровье, я снова могу идти пить, колоться, употреблять другие наркотики. Я иду, употребляю, падаю на дно, у меня нет здоровья, нет денег, вы меня берёте, лечите, приводите в нормальное состояние. Друг сансары, очень удобно. Так як сього холоса сансары, независимый человек? Само созависимый. Скажите, в чём виноват зависимый человек? Он попал в удобство. Тобто краще, коли родичі в таких випадках взагалі відмовляються від свого? Это лучший вариант, но это почти невозможно. Але це 50 на 50. Нет, нет, это невозможно, потому что тяжело отказаться от своего ребёнка. На вашей практиці були випадки, коли вы действительно радили родичам відмовитись? Можно я скажу? Так, я прям каждый раз говорю. Тобто, коли до вас звонят родичі, вы сразу им говорите? Нет, ну не прямо, это было бы очень смешно. А всё-таки, ну как всё? Всё-таки, ну я понимаю, что где-то на каком-то этапе, что как бы человек зависимый, если созависимые от него откажутся на некоторое время, то это для него будет каким-то толчком для того, чтобы начать самому выздоравливать. В судах Украины не комплект судей. И вовсе не потому, что не хватает кадров, или служители Фемиды не хотят работать. Не работает высшая квалификационная комиссия. Как результат, не заполнены 36% вакансий. 8 судов в стране приостановили судопроизводство. Люди годами ждут решения, а выносить их попросту некому. Из-за кризиса кадров представители Союза юристов Одесской области обратились к президенту. Вот уже второй год в судах Украины наблюдается кризис кадров. Люди годами ждут правовой защиты, а дела накапливаются в судах. Об этом говорится в письме президенту, которое составили представители Союза юристов Одесской области. Мы обратились сейчас к президенту Украины для того, чтобы он назначил судей. Дело в том, что кризис в судебной системе уже происходит больше двух лет. Потому что не работает сам орган, который отбирает судей. А именно высшая квалификационная комиссия судей. Она была приостановлена, ее работа. И сейчас она только-только принят новый закон. Она только начинает избираться. И в связи с этим катастрофически не хватает судей на сегодняшний день. В связи с этим судьи просто не успевают рассматривать дела. Сейчас в стране чуть более 7 тысяч штатных судейских мест. Работают лишь 4659 служителей Фемиды. Хотя в некоторых судах страны ситуация и вообще печальная. На сегодняшний день рассматриваются, слушают дела всего 64% судей. Что очень естественно мало. А некоторые суды, таких, если я не ошибаюсь, 9 по Украине, в том числе и наш Ананимский, в которых отсутствуют судьи. И люди, которые проживают там, они фактически ограничены. Высшая квалификационная комиссия, орган, который отбирает и формирует судейский корпус, был распущен два года назад. Однако, по словам юриста, президентский указ мог бы решить критическую ситуацию. Кроме того, что не работает высшая квалификационная комиссия, по непонятным причинам президент Украины, который может назначить около 200 судей, он их не назначает. Я думаю, что это, возможно, связано с какими-то бюрократическими проволочками или еще с чем-то. Поэтому мы от Союза юристов детской области обратились к президенту для того, чтобы он подписал хотя бы действующих судей, которых он может подписать и выдать указ соответствующий. «Сложившийся кадровый кризис не только замедляет судопроизводство, но и вынуждает действующих судей работать на износ», отметил председатель регионального союза юристов. В пригороде Одессы горел жилой дом. Во время пожара пострадал мужчина. С отравлением угарным газом и ожогами его госпитализировали. В селе Прелиманское произошло возгорание в двухэтажном частном доме. Горело домашнее имущество на втором этаже. Огонь ликвидировали спасатели. Во время пожара пострадал 43-летний хозяин дома. С ожогами мужчину госпитализировали. Два десятка спасателей тушили пожар в многоэтажном доме на фонтане. Возгорание произошло в шахте лифта на одном из верхних этажей. Жильцов эвакуировали, никто из них не пострадал. Пожар вспыхнул около 14 часов в высотном доме на шестой станции Большого фонтана. На верхнем этаже в шахте лифта воспламенились электрические кабели. Предварительной причиной могло стать короткое замыкание. Сотрудники ГСЧС эвакуировали жильцов подъезда, в котором произошло восгорание. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара выясняют эксперты. Когда происходят подобные ЧП, в известность ставят руководители райадминистрации. Сразу же расчеты пожарных туда выехали, и наши сотрудники вместе с ними поехали на место, потому что когда случается чрезвычайная ситуация в районе, сразу же выезжает наш сотрудник на такой вызов. Как это нередко бывает в Одессе, пожарные машины с трудом смогли проехать во двор из-за припаркованных автомобилей. С чем сталкиваются опять наши коллеги из Державной службы надзвучайных ситуаций во дворах, это хаотичная парковка автомобилей. Потому что каждый, кто сегодня заезжает во двор, где удобно, так я и буду ставить. А самое главное, никто не отдает себе отчет, что когда приезжает пожарная машина, и сразу же нужно максимально быстро подъехать и развернуть рукава, невозможно просто даже подъехать. И сегодня точно такая же проблематика была, но спасибо большое нашим коллегам из ДСНС, что они максимально быстро и профессионально локализовали этот пожар. В Украине за сутки почти 17 тысяч новых случаев ковид и 628 смертей. Самый большой прирост в Запорожской и Львовской областях. В Одесском регионе за сутки зарегистрировано 644 новых больных, 23 человека умерли от последствий коронавируса. В Украине улучшаются показатели по распространению коронавируса еще в нескольких красных областях. Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская области выйдут из этой зоны. Кроме того, ситуация стабилизируется также в Киеве, Донецкой, Одесской и Херсонской областях. Европейский Союз может сократить срок действия сертификатов вакцинации от ковид, что повлияет на требования, предъявляемые к иностранным туристам. В частности, срок действия хотят сократить до 9 месяцев вместо 12. ЕС предложит всем странам-участницам свободно принимать вакцинированных туристов. В том числе полностью открыться с 10 января для иностранцев, которые привились одобренными ВОЗ вакцинами. Кроме того, ожидается, что Еврокомиссия порекомендует сократить срок действия сертификатов вакцинации от ковид до 9 месяцев вместо сегодняшних 12. Таким образом, туристов для свободного въезда обяжут сделать бустерную прививку через 9 месяцев после второй дозы. И вновь в Одессе моряки протестуют против коррупции. Двигаясь по центру города, участники автопробега остановились возле областной прокуратуры, порта, облгосадминистрации и ГБР. Были поданы соответствующие обращения к руководителям ведомств. Подробности далее в репортаже. Без взятки, месяцами в очередях и без рабочих документов. Участники автопробега протеста уже в который раз требуют остановить коррупцию в сфере подготовки и дипломирования моряков. Рассказывают, важную роль в коррупционной схеме играют так называемые агенты, которые предлагают морякам за деньги сделать все необходимые документы в кратчайшие сроки. Моряка опять лишили права выбора, заставляют обращаться к мошенникам, которые требуют от 5000 долларов и выше. Самостоятельно сдать, точнее даже выйти на экзамен невозможно. То есть создаются такие условия, при которых моряк вынужден обращаться к мошенникам, посредникам и отдавать такие суммы взяток. Подав документы, имея легитимный стаж, они не могут подтвердить документы, потому как месяц-два это все длится и с места не сдвигается абсолютно. Моряк, который пытается просто самостоятельно оформить все документы, сделать, у него это не получается. И на данный момент это можно сделать только обратившись к людям, которые помогают решить эти вопросы. Естественно, все понимают, каким образом. Недовольны моряки и приложением «Кабинет моряка», которое не контролируется государством и по сути является нелегитимным принудительным программным обеспечением для подачи документов. В июне месяце, когда СБУ прикрыло, накрыло схему, объявило об этом, все было остановлено. Сейчас это приложение снова появилось, оно не предоставляет защиты данных. Был сделан адвокатский запрос Министерства цифровой трансформации, там сказали, что они не имеют никакого отношения к этому приложению, и они не давали лицензию на него. То есть, это приложение не государственное, оно принадлежит частным лицам. Моряки могут попытаться оформить пакет документов за границей, где это сделать гораздо проще и дешевле. Однако, сейчас уехать в другую страну не так уж и просто. К тому же, многие остаются в Одессе и продолжают бороться за свои права. В Западной Европе вы должны точно так же получить вид на жительство, гражданство, закончить там, после нашей Одесской вышки, шмоньку, колледж или что-то еще. Но, зачем это нужно? Зачем нужны министерства, зачем нужны все эти администрации, которые существуют за наши деньги, за наши налоги? По данным того же государства, моряк привозит несколько миллиардов евро ежегодно. Несмотря на многочисленные обещания, в системе выдачи дипломов почти ничего не изменилось, говорят организаторы акции. Никого из взяточников так и не наказали. Коррупционеры требуют от 6 до 10 тысяч долларов только для выдачи рабочих документов, говорят моряки. Обращались действующие моряки, которые столкнулись с этой коррупцией, которые не могут теперь забрать по 7 тысяч у агентов. И, к сожалению, вообще никакой реакции. Протесты моряков против коррупции в сфере выдачи рабочих дипломов продолжаются уже больше года. В мае моряки штурмовали офис Моррич-сервиса, а в июне жгли файры у дома экс-чиновника на французском бульваре. Подбирал моряков для переправки мигрантов в Евросоюз. В Одесской области задержали мужчину, который вербовал украинцев для перевозки нелегалов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сотрудники миграционной полиции выяснили, что ранее судимый за мошенничество 32-летний мужчина вербовал украинских моряков, у которых были проблемы с разрешительными документами якобы на высокооплачиваемую работу. После их переправляли в ЕС и привлекали к работе на яхтах, перевозивших нелегальных мигрантов из Западной Азии в Грецию и Италию. По данным оперативников, канал торговли людьми организовал уроженец Херсона вместе с сообщниками из-за границы. За каждого завербованного украинца он получал по 2000 долларов. Злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении. За вербовку людей мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Одессе задержали наркодилера. Два килограмма психотрупов мужчина пытался отправить покупателям по почте. 25-летнего мужчину задержали на Гагаринском плато. Он пытался отправить по почте психотропное вещество в Киев и Херсон. Также во время обыска в помещении, которое арендовал злоумышленник, полицейские изъяли полтора килограмма наркотиков, электронные весы, телефоны с перепиской с заказчиками психотропов, а также пистолет. 25-летнему дилеру сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Одессе утвердили локации для парковки электросамокатов. Согласно схеме, их можно будет размещать только по соответствующим адресам, не более пяти единиц на одной точке. Больше об этом рассказали на брифинге после заседания исполкома. Оставлять самокаты можно будет только в точках парковки. Планируется, что новая схема размещения заработает после заключения меморандума между городом и операторами услуг. Они в своем додатке, в приложении укажут эти места размещения своих самокатов. После того будет подписан меморандум о сотрудничестве между операторами электросамокатов и представителем органов исполнительной власти. В меморандуме будут обозначены обязательства, которые берут на себя операторы самокатов. Речь идет о соблюдении двух документов, отметил Артем Сидоренко. Первый документ – это схема зонирования скорости, чтобы скорость не превышалась. Второй документ – это схема зонирования размещения этих самокатных средств. Кроме этого, были внесены изменения в правила благоустройства нашего города. Когда эти изменения вступят в силу, наша инспекция с благоустройства получит полномочия контролировать уже соблюдение этой схемы размещения самокатов. Напомним, согласно схеме зонирования, допустимая скорость на участках города не должна превышать 20 км в час. В парковых же зонах ехать можно будет со скоростью до 12 км в час, а проезд по трассе здоровья останется запрещенным. Улица Краснослободская поменяла свое название, теперь она будет называться «Праведников мира». А сквер возле кинотеатра «Вымпел» получил название «Героев-пограничников». Такие решения утвердили на заседании исполкома. Члены исполнительного комитета проголосовали за присвоение названия скверу на Адмиральском проспекте возле бывшего кинотеатра «Вымпел». Он получил название «Героев-пограничников». Там же сделана реконструкция, там же налагодлены переходы, есть специальные лавы, которые облаштованы. Так понимаем, что будут какие-то вопросы еще про установление какого-то знака, або какого-то мемориальной таблички, но сейчас этого нет. Только мы будем выносить на взгляд Мирской Рады для подтверждения этого вопроса. Напомним, до 2019 года сквер производил впечатление заброшенного. Затем его начали приводить в порядок. Сейчас определены четкие границы зеленой зоны. Площадь сквера составляет больше гектара. Также в ходе заседания исполкома приняли решение о переименовании улицы Краснослободской в «Праведников мира». Ранее это предложение уже было поддержано в ходе общественных слушаний. Председатель региональной ассоциации евреев, бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман рассказал предысторию переименования. В период оккупации Одессы на Слободке функционировало гетто, и еврея в него направляли именно по этой улице. Мамы держали на руках своих грудных детей, кормили грудью на ходу. Бабушки держали за ручку двухлетних, трехлетних детей. И в это время из толпы, которые наблюдали местные жители, они выхватывали детей, прятали их, спасали. Одесситы спасали и прятали евреев, несмотря на угрозу смертной казни, и таких людей по всему миру тысячи. Не евреям, которые в годы Второй мировой войны спасали от нацистов евреев, присваивают звание праведников народов мира. В их честь в Прохоровском сквере высажена Березовая аллея, а теперь появилась и улица. Среди картин и под музыку в рамках акции «Искусство донорства» областная станция переливания крови на несколько часов переехала в Одесский музей западного и восточного искусства. За время акции было собрано почти 15 литров крови, которые смогут спасти около 100 человеческих жизней. Многие люди отказываются сдавать кровь из-за страха больничной обстановки. Чтобы популяризировать донорство в Украине, а также изменить отношение людей к этому благотворительному процессу, организаторы решили провести акцию «Искусство донорства» в Музеи западного и восточного искусства – в зале, где собраны работы итальянских художников и звучит живая музыка. «Когда ребята обратились с этим проектом в наш музей, мне показалась немножко странная идея. Сначала показалась странная идея, а потом, когда они сказали, что сдача крови – это, скажем, не столько медицина, сколько жизни, продление жизни и так далее, я подумал, что мы действительно очень схожи в этом, потому что музей – это мы продлеваем жизнь картинам, мы продлеваем жизнь художникам». За три часа акции сдали кровь 33 человека. Многие из пришедших являются постоянными донорами, однако в такой обстановке им пришлось давать кровь впервые. «Я сдаю на день рождения вообще и на день донора, но вот сегодня, не дождавшись дня рождения, пять дней, новое такое мероприятие, решил посмотреть, как здесь это все, поучаствовать. Начал тогда, когда дочка у меня рождалась, как это обычно и бывает, и вот решил мне заканчивать на то». «Мастерство донорства – это необычно. Люди должны знать, что сдавать кровь – это безопасно, даже в пользу своему здоровью. И когда мы объединяем вот такие необычные перформансы, устраиваем, когда играет скрипка, когда я лежу и мне говорят, какая картина висит над моей головой, какие картины вокруг, но меня это лично вдохновляет, и я считаю, что потом люди захотят сдавать и поймут то, что это все-таки искусство и спасать жизни и в царе». «Сдать кровь может только совершеннолетний гражданин Украины, который не имеет хронических заболеваний и весит более 50 кг. Таким образом, за 20 минут один донор может спасти три человеческих жизни». «Сьогодні донори змогли не лише зробити корисну справу, а й насладитися живою музикою, відвідати мистецкі майстер-класи та отримати смаковики. Диссонанс есть такой. Вот приходишь, вроде сдать кровь, а тут у нас картина, тут у нас концерт. То есть впечатляет именно вот этот диссонанс и насколько они профессионально все делают. То есть ты пришел, ну вот я как первый раз даже не знала там куда что, нет четко, все отлично, все организовано. Я могу им большое спасибо сказать за такую возможность». Одесская областная станция переливания крови обеспечила необходимые условия для безопасного забора крови. В частности, были поставлены столы с компьютерами для регистрации доноров и специальные кушетки. Организаторы акции отмечают, что процесс забора крови абсолютно стерилен. Все расходные материалы являются одноразовыми и распаковываются при донорах. «Не переживаю, потому что все при мне открывается, все. И вообще, ну как разговаривали, у них все свое, они могут в принципе в любом помещении это все сделать». Сегодня проблема дефицита крови стоит очень остро. Особенно на ситуацию повлияла пандемия коронавируса. Если ранее в банк крови приходило около 30 людей в день, а это всего лишь треть от нормы, то сейчас количество доноров сократилось в два раза. Из-за этого страдают онкобольные, травмированные люди, пациенты с различными заболеваниями. «На жаль, у нас еще до сих пор родинное донорство, когда людина смущена шукать для своєї близької людини донорів, приводить їх, чтобы они сдавали кровь и таким чином компенсировать дефицит крови. Мы в Донор.юа намагаемося відойти от родинного донорства, сформовать культуру донорства, сформовать мережу постійних донорів. Это важно, потому что постійный донор – это безопасный донор. Он бая про свое здоровье и ответственно ставится и до своего здоровья, и до здоровья рециплиента, яку мы будем проливати кровь». Организаторы проекта планируют провести такую акцию во всех городах Украины. В проекте уже участвовали такие города, как Ужгород, Житомир, Харьков и Днепр. Следующая такая акция пройдет в Николаеве. И в завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В Одессе упорядочат размещение электросамокатов. Их можно будет парковать только в определенных местах и не больше пяти штук. Места парковки можно будет увидеть на онлайн-карте. «Они в своем додатке, в приложении укажут эти места размещения этих своих самокатов. После того будет подписан меморандум о сотрудничестве между операторами электросамокатов и представителем органов исполнительной власти». Сдать кровь в четверг можно было прямо в зале Музея западного и восточного искусства, в окружении шедевров и подживую музыку. «Мастерство донорства – это необычно. Люди должны знать, что сдавать кровь – это безопасно, даже в пользу своему здоровью. И когда мы объединяем вот такие необычные перформансы, устраиваем, когда играет скрипка, когда я лежу и мне говорят, какая картина висит над моей головой, какие картины вокруг, ну меня это лично вдохновляет. И я считаю, что потом люди захотят сдавать и поймут то, что это все-таки искусство. И спасать жизни, и в царе». Моряки устроили автопробег по улицам Одессы. Таким образом, они хотят привлечь внимание к фактам коррупции в сфере дипломирования и подготовки моряков. «Моряка опять лишили права выбора, заставляют обращаться к мошенникам, которые требуют от 5 тысяч долларов и выше. Самостоятельно сдать, точнее даже выйти на экзамен невозможно. То есть создаются такие условия, при которых моряк вынужден обращаться к мошенникам, посредникам и отдавать такие суммы взяток». Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok